Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Напротив Марии Кирова собираются построить 12-этажный жилой дом. Разрешение на строительство уже получено. Сам объект находится в стадии проектирования, сообщает портал «Источник онлайн» со ссылкой на сайт застройщика. Им выступит компания «ПС-Недвижимость», входящая в группу компаний «Профстрой». Адрес будущего объекта Карла Маркса – 99. В доме будет 41 квартира, встроенные помещения и автостоянка. В Кировской области появится рабочая группа по контролю за ценами. Поводом стала ситуация с резким ростом цен на куриные яйца. Поставщики, как отметил губернатор Александр Соколов, решили получить сверхприбыли. Губернатор рассказал, что после совещания с товаропроизводителями в конце прошлого года цены снизились на 5%. Но этого, по его мнению, недостаточно. Цитирую. «Попросил все материалы наших внутренних проверок передать в правоохранительные органы», – написал Соколов в своем телеграм-канале. Коснется мониторинг в первую очередь цен на важнейшие товары, лекарства, продукты питания, топлива. Информация обо всех фактах завышения будет передаваться в Федеральную антимонопольную службу. А поддерживать, по словам Соколова, в регионе будут только тех производителей, которые конкурируют добросовестно и работают из принципа солидарности с жителями. В эфире «Экономика». Началась продажа авиабилетов из Кирова в Махачкалу. Самолеты из нашего города в столицу Дагестана начнут летать с 29 апреля. Минимальная цена, по которой сейчас можно купить билет – 5800 рублей. На летние месяцы стоимость на данный момент от 10400 рублей. Обслуживать направление будет компания «Нордвинд» на самолетах «Боинг-737». Вылет и два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Из Махачкалы самолет отправляется в 14 часов, из Кирова – в 18.10. Время в пути – 3 часа. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.